Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами Академия трейдинга инвестиций, меня зовут Полуяктов Максим и сегодня 15 ноября мы с вами по традиции рассмотрим нефть и золото. И в прошлый раз, как вы помните, я вам говорил, что было бы неплохо увидеть покупки данной нижней плотности, оставшейся после запасов и в принципе этот план работал на прошлой неделе, но на этой неделе вариант уже отменился, потому что у нас вчера вышел отчет Международного энергетического агентства, как вы знаете, либо не знаете, и он привнес такой достаточно сильный негатив фундаментально в нефтяные рынки, потому что по мнению энергетического агентства спрос на нефть будет только падать, что в этом году, что в следующем. И мы увидели с вами такую реакцию рынка вчера на данный отчет и на сегодняшний день у нас на носу опять-таки запасы и технически нам с вами было бы интересно поработать в продолжение продаж, потому что у нас с вами получается слом среднесрочной тенденции уже произошел, то есть как ее здесь не начертит, тенденция у нас сломлена и ключевым уровнем на сегодняшний день будет являться опять-таки минимум запасов сырой нефти на прошлой неделе, потому что это будет так называемый приор, после которого мы с вами сможем поработать уже. То есть нас интересует два варианта. Первый, либо это отбой от данного уровня, либо это пробой данного уровня. То есть если это будет пробой данного уровня, то мы можем считать данное движение ложным. И оно было вызвано фундаментом и в общем-то выглядело как стрях ненужных покупателей. Если же данный уровень будет удержан продавцами, то мы с вами будем работать далее в продолжение падения. И именно данный уровень сегодня играет ключевую роль по нефти и нужно рассматривать ее как раз-таки вот в таком ключе. То есть третий вариант, если она просто обвалится вниз с текущих котировок и вообще в течение дня будет просто падать, такой вариант нас не интересует. Нас интересует либо такой, либо такой. То есть либо мы работаем в продаже от данного уровня, либо мы работаем от него в покупке. И третьего, собственно, нам и не дано. Так, по золоту. По золоту мы с вами вчера увидели такой пин-бар на дневном графике. То есть изначально у нас это все было повязано на ожиданиях. То есть вчера у нас была встреча всех, ну не всех, а четырех глав центральных банков. То есть Курода, Марк Карни и Джанет Йеллен и Марио Драги, они все встретились во Франкфурте. И на ожиданиях вчера доллар как раз-таки устроил такой ралли вниз. Но реакции на само заседание как таковой не было. Но под вечер на американской сессии мы с вами увидели резкий рост, который выглядел вот таким образом. И это выглядит даже не как стрях, это выглядит как истинный импульс. И сейчас в данный момент у нас получается весь этот день выглядит как пин-бар, который обновил минимумы несколько дней. То есть несколько дней были обновлены, захвачены стоп-лоссы, был ложный пробой. И после чего был истинный импульс. И сейчас мы с вами находимся над четырехчасовым так же приором, как и по нефти. И поэтому было бы интересно работать сейчас именно в покупке. То есть с откатов и удержаний, может каких-то местных стряхов, разводов, как это обычно делает золото. И после таких событий было бы интересно вот так посмотреть нефть в продолжение роста. Если опять-таки данный уровень будет пробит, потому что сегодня в 18.30 у нас новости, индекс потребительских цен. Эта новость дает достаточно неплохую реакцию обычно. И на данных новостях возможно данный уровень будет пробит. И тогда это движение мы тоже можем считать ложным. Но пока мы остаемся над этим уровнем, мы с вами должны искать покупки. И это будет правильно и объективно. И на сегодня на этом все. С вами был Полуяктов Максим. Всем больших профитов и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok